День рождения Николь Конечно, мы понимаем и поэтому пошли на это Но для меня, конечно, тут мне очень-очень жалко Я сама отрезала волосы, наверное, уже в таком подростковом возрасте Катюша тоже в 15 лет пошла в парикмахерскую Причем Катюша рассказывала Я ей разрешила, говорю, делай, что хочешь И пошла сама уже в парикмахерскую Парикмахер не хотел ее стричь Хотя у Катюши не было такой длины, как у Николь Как будто колен волосы И парикмахер такая, говорит, я стричь не буду Катя говорит, что я же все равно пойду к другому парикмахеру Я же уже сел Вот такая вот была история Посмотрим реакцию Николи Она еще не знает А что ждем-то? Догадалась Ой, бабушка плачет Бабушка плачет Ну что же ты хочешь рассказать? Я там слышал разные истории Про Чуволку, допустим Ну давай, так ты берешь Дай, 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 дай Я тебе сразу буду поздравлять с тобой Мы пришли к самому лучшему мастеру Вадим Батурин Снимаем Да, бабушки особенно Довольная, счастливая Да, такие сразу В кино О Да Видишь, что шутка Это, конечно, нельзя Я вообще не жалову Понимаешь, я три поля Три Дай, дай, дай Дай, дай Дай, дай 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Как круто, да? Вообще, прям все облагородили! А там как красиво! Там парки сейчас снимала прям вообще шикарно! Просто шикарно! Очень красиво! Видишь, чисто! Все чисто! Стефания проходит еще разные препятствия! Идем скорее! Коробка с карандашами! Отпусти меня! Я не хочу быть белым карандашом! В Томск приехали на рыбный рынок! Ох, как пахнет рыбой! Все пять, что-нибудь! Да, с какой рубки только тут не увидишь! Давно не была на этом рынке! Он находится в конце города! Любителям пива! Такое разнообразие! Вот тут еще и яблоки есть! Народу много! Красота! Темзаки! Морель пища! Вот еще разные ряды! Какая она аппетитная! Какой только рыбки здесь нет! Обычно здесь цены ниже, чем в супермаркетах! А, вот еще разный баллы! Так, 1800 форель! Кита! Не вижу там! Кита 870! Все такое, конечно, аппетитное! Там тоже наличный расчет! Вот тоже! Судак, Сазан, Томск! Горбуша 650! Ну, красиво, конечно, тут все! Так аппетитненько! Ох, селедка! Какой-то кометы! Глаза разбегаются! Не забудемся! Эта сторона тоже! Такой только рыбки не увидишь! Такое изобилие на рыжном рынке в Омске! Взяли обраны! Вкуснее было! Даже можно попробовать! Она не шинка, не тупая! Вот это будет посушен! У нее вновь не кринки рыба уже на ней решила! Вот залог и пахнет! Но коколику тоже нравится! Рыбный рулет! Ой, интересный такой получается! Разноцветный! Тунец! Тунец! На рынке даже есть вкусные отделы! Не только рыбой торгуют! Хотя в основном, конечно, рыба! Хороший выбор! Разные икры! Там, скорее всего, мед! Много-много-много рыбы! Давно я такого изобилия рыбы не видела! Причем, вижу, в основном, это, конечно, выбор такой вот копченый! Свежий я не увидела, чтобы очень много было всего! Прям на обе стороны! Сколько рядов! Она вся такая красивая, аппетитная! Прям что хочется купить! Еще интересное отдел отдел, обычно я всегда их показываю, корейские вкусняшки, пицы, разные салатики. Мне вот эти вот нравятся грибы черные и белые. А вот еще сало разное. Единственный недостаток этого рынка, что неудобно добираться на общественном транспорте. То есть, сюда лучше ехать на машине, потому что он находится прям в самом... За городом, можно сказать. Здесь уже дача начинается. И вот находится этот рынок уже очень много лет. Красиво тогда, когда огонь горит. Блин, вообще такой синий! Тяга хорошая! Мы приехали снова на дачу. Леха! Леха? Да! Что у нас сегодня будет? Морепродукты! Креветки, раки, крабы камчатские. И кто еще? А, и Семка! И Семка, пора это! Вообще, конечно, ребята, еда на даче, на огне, это такое круто! Очень круто! Вот. А в целом, что касается еды, хотелось бы немножко поговорить в Омске. Те, кто проживает в Омске, либо для гостей, эта информация будет не только интересна, но и полезна, но также для других зрителей. Вот. Еда в Омске, конечно же, есть уличная еда. Такие сети распространенные, как пекарушка. Там разные слойки, сладкие и несладкие, можно попить горячие напитки. Их очень любят студенты, школьники. Мои внучки тоже обожают пекарушку. Время от времени я также показывала своих видео, не только в этот приезд, но и в прошлые годы. Кому интересно, на канале есть плейлист Омск, и там прям есть гастротур по Омску. Там тоже есть отдельное прям видео, и рассказано об уличной еде. Еще лично для меня, мне понравилось лаваш. Не знаю, как правильно полностью называется, тоже в одном из видео показывала. Тоже очень много киосков, и что там большим плюсом? Там где-то примерно около 200 рублей стоит сам шаверма. Шаверма там 5 или 6 видов. Самое вкусное это сырное. Там можно тут же, тебе готовят, готовят очень быстро, очень вкусно. Тут же можно помыть руки, то есть есть раковина и мыло, и салфетки. То есть очень все удобно, понравилось. И по вкусу очень-очень вкусно. Прям вот рекомендую. Что еще? Конечно же, омские беляши на остановках. Но самое популярное это беляши у политеха. Это точка на протяжении уже очень-очень многих лет. Также ее вам показывала. Кому интересно, прям вот это омские беляши именно на политехе. Хотя есть тоже, не знаю, на многих, не на многих, но есть на остановках павильона, где также делают беляши. Это то, что касается уличной еды. Ну вот к более таким распространенным еще раз относится кофейня «Ани Тайм». Но это не уличная, хотя можно брать с собой, то есть кофе, рафы, там разные напитки. И также можно взять там пироженки, сэндвичи. Тоже достаточно популярные такие вот народные кофейни «Ани Тайм». На что еще обратила внимание, что многие заведения Омска, кафе и рестораны предлагают бизнес-ланч. Также удобно. Примерно где-то с 12 и до 4. Тоже такой вот большой разбег по времени. Комплексная еда, естественно, она на порядок дешевле, чем ресторанная. Да, тоже можно этим воспользоваться. Единственный минус, что не понравилось, что многие заведения работают где-то с 11 часов. Если вот у нас в Израиле, то вы можете даже в 9 пойти покушать, мне кажется. И раньше вы можете пойти покушать. У нас, в принципе, рестораны работают достаточно рано. Вот и уличная еда. То есть нет такого, что именно с 11. Мало заведений, которые работают с 10 даже часов утра. Понравился, конечно, «Хаттабович» правильно. Ну, мы его «Хаттабович» называем. Прям вот чебурек отменный. Тоже недавно показывала в одном из видео. Такой вот прям царь-чебурек. Стоит он не так дорого, 400 чем-то рублей. Но прям вот рекомендую в зимнее время особенно. Подача интересная и вкусная была. Понравился квартирник Питер Пен на улице Ленина. Тоже живая музыка. Такая вот своя атмосфера Питера. Тоже было достаточно интересно. Цены, в принципе, в заведениях плюс-минус примерно одинаковые. Порции также примерно одинаковые. Где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше. Ну, в целом такая вот картинка однообразная. Ну, естественно, разная подача, разное оформление. Вот прям «Хаттабович» мне очень понравилось. Восточный такой стиль. Все прям попадаешь как в восточную сказку. Ну, пиццерия, конечно, очень много пиццерий. Вкусная пицца «Кампанело», «Кантанело». Я извиняюсь, я все время ее не могу правильно выговорить. Но пицца прям вау, зашла. Хотя я не люблю эту пиццу. И что характерно, пробовали в Венеции. Там вот прям вот на таком толстом слое пицца. А здесь вот прям она тоненькая такая вот. Вся прям тает во рту. Вот. Тоже достаточно много пиццерий. Что касается суши, то не помню, как называется. Также вот можно, конечно, в заведениях поесть суши. Можно сделать суши на заказ, брать домой. Тоже несколько раз покупали домой. Прям типа в торговых центрах эти разные точки находятся. Тоже можно тут же выбрать себе все эти суши. И они также вкусные. Ну, вот то, что из новых заведений не очень давно открылось. Чико – это корейская еда. Это, конечно, такое вот что-то необычное. Что по мне? Конечно, очень ярко-красочно для детей. Это очень интересно. Особенно у них десерты вкусные, напитки вкусные. Но еда такая вот своеобразная. То есть лично для меня на один раз. Но молодежи нравится. Что касается по деньгам... Десер. Сибирь, матушка, как вы хотели. Что касается по деньгам, то, конечно же, как бы есть заведения очень высокого уровня и очень, конечно, дорого. Есть заведения попроще в целом. Ну, таких вот очень дорогих заведениях мы не были. Ну, примерно вот среднего уровня мы побывали в нескольких заведениях. Вот то, что я вам сейчас рассказала. И вот, в принципе, практически в каждом видео я показывала какой-нибудь кафе или какой-нибудь ресторан. В основном, конечно, это были бизнес-ланчи. Где-то не бизнес-ланчи. Ну, вот в целом, поесть, если вот что касается ресторанов, то достаточно хорошее разнообразие. И заведения все разные. Именно по оформлению очень интересно. Где-то повторяется, где-то не повторяется. То есть было интересно. Даже по предыдущим видео мы старались специально брать другие заведения, чтобы показать вам. Ну, это, конечно, как бы, все равно все, конечно, не обойдешь. Вот. Ну, в целом, когда все равно, вот лично для меня, даже вот больше, наверное, для контента снимали, вот лично для меня все равно. Ну, домашняя еда, это все, это, наверное, самое лучшее. В целом, в целом, я думаю, гости и даже те, кто проживает и не были, немножко представления будете иметь о заведениях города Омска. Я там болтала, тут уже идет процесс вовсю. Ой, как красиво. Вот они. Запах, запах. Запах. Маринолами в сливках, креветки. Лучше, конечно. Кокосово-малки, да. Что имеем? Поделать. Хорошо. Да мне ладишник напипает. Эх, красота. Шашлык из рыбки. Рыбный. Да. Красота готова. Сейчас отправиться уже на угли. И потом уже банька и шашлык. Процесс пошел. Покажи. Ну, покажи крупненько. Они мелкие. Ох, красавчики, да? Угу. Мелкие. Они же уже вареные. Но когда из живых закидываешь, они шевелятся. Да. Бедные раки. Смотришь, как красиво. А запахи. Кто-то тут готовит, а кто-то мешается с камерой. Хе-хе-хе. Ну, красивая. Рыбный день сегодня, да? Да. Не четверг, но рыбный. Но рыбный. А, вон, смотри, полоска. Точно, точно идет. У нас подсветочка. В темном, там зеленый, фиолетовый, синий. Красиво светится. Пока что в одном каком-то свете, да? Только фиолетовые. Только фиолетовые. А, вон, да, темные. Опять же фиолетовые. Праздник к нам приходит. Завтра у Николи, моей внученьки, день рождения. Одиннадцать лет. Ну все, ребята, последнее приготовление закончено. Девочки уже спят. Все. Завтра будет праздник. Посмотрим, какая будет реакция у Николи на наши подварки. Мы немножко такие легкие сюрпризы и приготовили. В общем, все, завтра все увидите. Это примерно то, что я не считала. Это буквально. Я лежала и представляла, что там может быть. Ну что? Первый открыт. Смотрите. Да. Конечно. Первый подарок от Стефани. Ой. Ты их подарки всегда фиг распакуешь. С днем. На, читай, я не прочитаю твой почерк. С днем рождения. С днем рождения. Это квест такой в стиле Николь, да? Это вообще-то не квест, это просто открытка. И это сердечко с крышками, да. Прикольно. Потому что она черная. Из всего этого? Да, Николь, не черная. Видишь, я поняла. Мне интересны еще две вещи. Начнем с того, которое будет легче потом распаковываться. Ну, доставай. Доставай. Опять новый крабик? Крабикус фантастикус. Ну, покажи нам. Цвет какой, цвет бог. Николь, сделай себе сразу хвостик. Ну, короче, давайте при газете раз попробовать. Ну, короче, тут ленточку нужно развязать. Точно, ничего не взорвется, да? Не знаю, не знаю, что там будет. Сомай, стиль. Я тебя просто поддерживала. Снимай аккуратно, чтобы большинчик. Мне кажется, или это тот самый прикал, когда я сейчас буду распакалывать, а там ничего не будет. Я уже уверена, что это не просто газета, потому что я слышу, как там чё-то такое... Пш-пш-пш. Серьезно? Такая маленькая коробочка. Ну-ка, ну-ка, ох, красиво. То, что ты хотела? Стрянулась! Стрянулась! Какой красивый! Ай, я не вижу, да. Это жилый! Это страшный иммажинариум мой любимый. Ну да. Всё в твоих опять тёмных тонах. Хэппи бёздэй дую! Хэппи бёздэй дую! Хэппи бёздэй дую! Мне ещё не исполнилось 11. Уже исполнилось. Через часик исполнится. Да, ты там уже просилася наружу. Хэппи бёздэй дую! Такая вот съедобная открыточка. Это съедобная бумага. Такая красота внутри. Довольный! Такая есть? Похожая! Будешь рисовать, ты же художница. Да, конечно. Такие цветочки. За дочечку. Почему на воде? Второе рисование на воде. Это лак, а там второе рисование на воде. А, понятно. Это лаки такие. Прикольные, да? С такой штучкой. Какое небо необычное прям сегодня. Мы приехали на квест, но рановато. Пока ещё есть время буду фотографировать девчонок. Здесь очень красиво в этом парке. Довольные девочки. Парк находится возле транспортной академии. Покажу немножко, возможно, транспортную академию. Она очень красивая. Лиственницы жёлтые уже такие. А это наши сумасшедшие здания! А там вдалеке у нас транспортная академия. Смотрите, какое красивое здание. Сейчас я его приближу. Раньше оно утопало в зелени. Конечно, всё повырбали жалко, но с другой стороны открылся очень красивый фасад. Так, вот, смотрите, видите? Красивое старинное здание. Девчонки, а кто это, просто прохожие или как? А? Это просто прохожие или кто это? Это дядька. Это ещё не всё. Там ещё есть беседки красивые. Что означают эти часы, я, конечно, не знаю. Типа что-то солнце. И вот здесь тоже круг в виде солнца. Там, вот, смотрите, такой мостик, тоже беседка. Там избушка Баба-Яги сидит, наверное, куриножки свои греет. А вон там даже жар-птица есть. Да, конечно, я иду к вам. Баюн, что ли. Дуб уже совсем коричневый. Девочки там прыгают. Я увидела какие-то опять снова вот эти шарики. Мне кажется, я их уже снимала в начале. Отпуска своего, когда приехал. Ну, прям здесь целые заросли. А вот какая красивая веточка. Девчонки сейчас пойдут на квест. Снимать я его не буду, потому что там будут только дети. А потом уже пойдём в кафе. Мы всё обещали, что нормовой ветер. Кажется, оно приближается. Ааа, сейчас как вылезет людоед. А подскажите, пожалуйста, бабушку можно поснимать видео? Или снимать вообще у вас нельзя? В общем, девочки пошли в логово людоеда. Пока детки мои квести, мы сейчас зайдем, будем их ждать в краснодарском парне. А потом уже заберем девчонок, тоже подойдем сюда. Ну, все, заходим. Ну, такой вот небольшой. Даже с маутиной, с какой-то. Ох, подобие что-то квеста. А здесь тоже есть черные, да, вот эти вот бургеры. По тематике квеста, что ли, в котором ребятки будут уже покажу сейчас такие вот черные вилки, вилки. Платик вообще зачетный, очень вкусно. Ребята говорят, что тоже вкусные эти бургеры. Я еще не попробовала. Нет, картошку пока ехали. Сырная картошка вкусная. Как твой бургер называется? Вик-черри. Вот такая красота. Ну что, все забоялись? Ну, конечно, конечно, как же. Покажи, чтобы понимали. Вот так это выглядит. Круто. Так, девочки, менюшки. С самого лучшего, и вот тебе получат. Таким аккурат с УЗИ, и это. Девчонки пока заказывают. Квест оказался очень страшный. Киша вышла раньше. Вот, а девчонкам понравился. А этот человек не хочет сейчас открывать мой подарочек. Конечно. Ютубчик. Тут вообще, вообще, вот еще. Смотри, татушки, открыточка, мимимимик, букетик, и максимально смешная открыточка. Открыточка. А теперь, я вам еще как-то, где-то это подняется. Большая коробка. Даже банковской карты у тебя будет, Сузи. Отклейка на банк. Давай, давай, открывай, открывай, интересно же. Почу, это уже где-то... Слушай, я нашла настоящего людоеда. Как это все сложно? Покажи. Это наклейка на карту. Покажи, покажи, покажи. Расчетка. Это зеркаль. Начал. А где вы были там, где-то в пещере или в лесу? Вот мы в подвале как-то были. Это якобы... Это вообще дом людоеда. По легенде, мы слишком глупые были, чтобы пойти в какой-то дом посреди... В какой-то дом посреди чащи, а потом еще... И в подвал там. Потом в подвал поперлись зачем-то. Знаете, мы потом руку нашли. Спецэффект может быть с его смертью, и все вот так вот. Мы потом руку нашли. Да? Да. Ну, Алекс с нами остался. Там две руки было. Да? Там было две руки и одна нога. Самое реалистичное, это было, которая как раз-таки вот этот вот отпыток с балкой. Что, у вас там еще пытки были, что ли? Нет, там просто было типа наподобие для пыток. Холодильник не засунул на кухне. Людоед, что ли? Да. Людоед, Зюля на руки брал и крал. А в холодильнике все в красной краске. Как она рассказывала, он ее на кухню тащил. Ну, правильно, в холодильник, чтобы она не пропала. Нет, папа. А что было в красной краске? Не пихал. Все. В холодильнике больше всего краски было. И в раковине. Понятно. Типа кровь, да? Да. На оружии тоже. Там были топоры и ножи, молоток. А, это ты все бегала с топорами, с ножами, что ли? Конечно. А бронес? Людоед агрессивный вообще-то. Агрессивный. Очень агрессивный? Наверное. Да, агрится и съест. Я, кажется, видела этого Людоеда, он такой... Только прям как Людоед смеялся, как в нашем квесте. И ты испугалась его, да? Да. Я хотела его сменку ударить. Мне не вышло. Да. Поэтому ты решила сбежать, да? Девушки, это квест основан на игре, а игра на реальных событиях. Ох, ничего себе. Ну, это, конечно, тогда... Это очень страшно. Это было в конце, когда мы уже спускались и выходили. А, так ты все-таки не в начале сбежала? Она в начале сбежала. Я в третьей комнате уже сбежала. Молодец. Да, Николь, тебе еще один подарок. Наташа прислала QR-код. Тебе подарок. Николь? Николь. Покажи нам. Покажи. Красоту. Кулончик. 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 О, держи. Красиво тебя так упаковали. Спасибо. Молодец. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok